Всем привет! Сегодня у нас Алма, 31-я глава. И ныне было так, что после кончины Карихора Алма получила известие о том, что зарамийцы извращают пути Господние, и что зарам, который был их предводителем, побуждает сердца народа поклоняться безмолвным идолам. И сердце Алмы снова стало изнемогать из-за беззакония этого народа. Ибо это было причиной великой скорби для Алмы узнать о беззаконии среди его народа, а потому сердце его чрезвычайно воскорбело из-за отделения зарамийцев от нефийцев. И ныне зарамийцы собрались вместе в земле, которую они назвали Антионом, которая была к востоку от земли Зарагемля, которая располагалась почти у самого морского побережья, которая была к югу от земли Иершон, которая также граничилась пустыней на юге, и та пустыня была полна ламанийцев. И ныне нефийцы очень боялись, что зарамийцы вступят в дружеские отношения с ламанийцами, и это нанесет большой ущерб нефийцам. И ныне, поскольку проповедование слова имело великое свойство побуждать народ делать то, что правильно, да оно имело более сильное влияние на умы народа, нежели меч или что-либо иное, что случалось с ними, и потому Алма подумал, что нужно было им испытать силу Слова Божьего. А потому он взял Аммона, Аарона и Омнера, а Химния он оставил в церкви в Зарагемле. Но первых троих он взял с собой, а также Амулека и Зизрома, которые были в Мелеке. И он также взял двоих из своих сыновей. И ныне самого старшего из своих сыновей он не взял с собой, а его имя было Геломан. Имена же тех, кого он взял с собой, были Шеблон и Кориантон. И это именно тех, кто пошел с ним среди зарамийцев проповедовать им Слово. И ныне зарамийцы откололись от нефийцев, а потому Слово Божье уже было проповедовано им. Но они впали в великое заблуждение, ибо не желали с усердием соблюдать заповеди Божьи и уставы его согласно закону Моисееву. Не соблюдали они и обрядов церковных, ежедневно пребывать в молитве и молении Богу, дабы не впасть им в искушение. Да, иначе говоря, они извращали пути Господние в очень многих случаях. И потому из-за этого Алма и братья его вошли в ту землю, чтобы проповедовать им Слово. И ныне придя в ту землю, вот к своему изумлению, они обнаружили, что зарамийцы построили синагоги, и что они собираются вместе в один день недели, который они назвали Днем Господнем. И молились они таким образом, которого Алма и его братья никогда не видели. Ибо у них было возведено место в центре их синагоги, место, чтобы на нем стоять, которое было высоко над головой. И наверху его мог поместиться только один человек. И потому всякий желающий молиться должен был выйти и встать наверху его, и простереть свои руки к небесам, и воззвать громким голосом, говоря, «Святой, Святой Божий, мы верим, что Ты Бог, и мы верим, что Ты свят, и что Ты был Духом, и что Ты Дух, и что Ты будешь Духом вовеки. Святой Божий, мы верим, что Ты отделил нас от наших братьев, и мы не верим в предание наших братьев, которое было передано им по неразумию их отцов. Но мы верим, что Ты избрал нас быть Твоими святыми детьми, и Ты также открыл нам, что не будет Христа. Но Ты тот же вчера, сегодня и вовеки, и Ты избрал нас, чтобы мы были спасены, тогда как все вокруг нас избраны, чтобы быть сброшенными Твоим гневом в ад. И за эту святость мы благодарим Тебя, о Боже, и мы также благодарим Тебя за то, что Ты избрал нас, чтобы не могли мы быть уведены во след глупым преданиям наших братьев, которые привязывают их к вере во Христа, уводящие их сердца облуждать вдали от Тебя, Бога нашего. И мы снова благодарим Тебя, о Боже, за то, что мы избранный и святой народ. Аминь». И ныне было так, что после того, как Алма и его братья и его сыновья услышали эти молитвы, они были безмерно изумлены. Ибо вот каждый человек выходил и возносил те же самые молитвы. И ныне то место называлось ими Рамиумптом, то есть по истолкованию «Священный помост». И ныне с этого помоста они возносили каждый человек одну и ту же молитву Богу, благодаря Бога своего за то, что они избраны им, что он не увел их во след к преданию их братьев, и что их сердца не были привлечены к вере в грядущее, о котором они ничего не знают. И вот после того, как весь народ возносил благодарения, таким образом они возвращались в свои дома, никто больше не говоря о своем Боге, пока снова не собирались вместе к этому святому помосту, чтобы возносить благодарения по своему обыкновению. И ныне, когда Алма увидел это, его сердце опечалилось, ибо он увидел, что они были нечестивым и развращенным народом. Да, он увидел, что их сердца были сосредоточены на золоте, на серебре и на всевозможных изысканных вещах. Да, и он также увидел, что сердца их были превознесены в великом хвостовстве, в их гордыне. И он вознес свой голос к небу и возвал, говоря, «Как долго, Господь, ты будешь позволять, чтобы слуги твои пребывали здесь, внизу, в оплоти, наблюдая такое великое нечестие среди детей человеческих? Посмотри, о Боже, они взывают к Тебе, и все же их сердца поглощены их гордыней. Посмотри, о Боже, они взывают к Тебе своими устами, но при этом превозносятся до величия суетными делами мира. Посмотри, о Мое Боже, на их дорогие одежды, и их кольца, и их браслеты, и их золотые украшения, и все их драгоценные вещи, которыми они украшены. И вот на них сосредоточены их сердца. И все же они взывают к Тебе, говоря, «Мы благодарим Тебя, о Боже, за то, что мы, народ, избранный Тебе, тогда как другие погибнут». Да и они говорят, будто Ты открыл им, что не будет Христа. О Господи Боже, как долго Ты будешь терпеть, чтобы такой нечестий и такая неверность были среди этого народа. О Господь, дай же мне силы, чтобы я мог примириться со своими немощами, ибо немощен я, и такое нечестие среди этого народа терзает душу мою. О Господь, сердце мое чрезвычайно скорбит, утержи душу мою во Христе. О Господь, дай же мне силу, чтобы я мог с терпением перенести эти страдания, которые постигнут меня из-за беззакония этого народа. О Господь, утержи душу мою и даруй мне успех, а также моим собратьям, которые со мной, да Амону, Аарону и Омниру, а также Амулеку и Зезрому, и еще двум моим сыновьям. Да утержи их всех, о Господи. Да утержи их души через Христа. Дай же им, чтобы они имели силу, дабы могли перенести свои страдания, которые постигнут их из-за беззакония этого народа. О Господь, дай же нам, чтобы мы имели успех, снова приведя их к Тебе через Христа. О Господь, вот драгоценные их души, и многие из них наши братья. А потому дай нам, Господь, силы и мудрости, чтобы мы смогли снова привести к Тебе этих братьев наших. И ныне было так, что когда Алма сказал эти слова, он возложил свои руки на всех, кто были с ним. И вот, когда он возложил на них свои руки, они исполнились Святого Духа. И после этого они разошлись один от другого, не заботясь о том, что им есть, или что им пить, или во что им одеться. И Господь предоставил им, чтобы не голодали они и не жаждали. И Он также дал им силу, чтобы они не испытывали никаких страданий, кроме лишь тех, что были поглощены радостью о Христе. И ныне так было согласно молитве Алмы. И это потому, что Он молился с верой. Такая глава. На самом деле, очень интересные мысли у меня возникали во время прочтения главы. Здесь продолжение, на самом деле, того, чему учил Корихор. Несмотря на то, что, может быть, даже он там не бывал, но сатана-то и его проповеди, так называемые, они везде одинаковы, и они везде нацелены на то, чтобы говорить людям, что Христос им не нужен, о том, что они избранные, о том, что у них все прекрасно, о том, что они могут оправдать свои поступки, любые поступки, просто придя в церковь какую-то, которую они создали, сказав какие-то молитвы, которые они заучили, поцеловав там кого-то, что-то, или там заплатя деньги священнику. Это все есть просто вот классика, на самом деле, индульгенции, о том, что нужно какой-то подарок подарить. Здесь, конечно, об этом не рассказано, но мы знаем, как это было, как это есть, и как это будет, наверное, продолжаться еще какое-то время, пока Христос не придет. Как люди оправдывают свое нечтивое поведение, и как сатана уводит их в сторону от Христа, и нас всех, на самом деле, очень часто уводит, когда мы надеваем дорогие одежды и превозносим себя над другими людьми, считаем себя лучше других, когда у нас есть больше, чем у кого-то вокруг нас. И мне кажется, что никто от этого не застрахован, никто не застрахован от того, чтобы стать зараймийцем, присоединиться к ним, потому что народ, насколько я понимаю, был богатым, и вот эта вот разница была между богатыми и бедными, и вот в этом есть большая опасность. И на самом деле прекрасно, что у нас есть эта глава и другие главы, которые нам рассказывают о том, что ведет к отступничеству, что ведет нас от Христа, и как бы чем это заканчивается. И в противоположность этому мы видим, как Алма отреагировал на то, что он увидел. Он молился, и его молитва как бы в противоположность молитве зараймийцев. И эта молитва очень искренняя. Эта молитва, и он много раз говорит о Христе, что Христос, помоги нам, Бог Божий, через Христа преодолеть все эти трудности, с которыми вот здесь сталкиваемся. И вот это вот мучение, и вот эти страдания, которые придут на этот народ из-за нечестия вот этих людей, братьев их, да, то есть они знают, что придет наказание от Бога, и они тоже будут страдать за это, несмотря на то, что они не грешили. Грешили вот они. Это вопрос о том, что часто мы думаем, что праведники не страдают. На самом деле праведники тоже страдают во многом из-за того, что люди вокруг них грешат. И Бог наказывает их, и автоматически наказание приходит и к праведным. Но к праведным это идет как не наказание, а как возможность полагаться на Бога и становиться сильнее. То есть им идет благословение, а неправедным в осуждение. Это прямо феноменальные главы, на самом деле, которые показывают всю вот эту вот кухню, кухню сатаны, да, и как вот он работает со своими детьми, и как Бог работает со своими детьми. И мы можем выбирать, чьими детьми мы будем, на самом деле. Каждый день, он очень важен, каждый день. Это выбор. Так что выберем того, кто заботится о своих детях. Выберем Бога. Увидимся завтра. Пока-пока.